О дефиците мыслей на неделе говорили. Сейчас разовью эту тему. 22.00. И по традиции на телеканале Хабаров в субботний вечер отдел журналистских расследований ближе к делу. Так вот, о дефиците мыслей. Дефицит мыслей, дефицит мыслей. И как-то вот зацепились люди за эту фразу. И начали говорить и обсуждать, а собственно, ну, почему дефицит мыслей? Почему? Вроде бы говорим, вроде бы хотим быть услышаны, вроде бы стараемся, но все равно формируется. Вот такое вот состояние, такое понимание, что вроде как чего-то не хватает. Ну, люди сразу начинают генерировать там какие-то идеи, ну, а почему мы, к примеру, ну, такие маленькие частности, а почему мы, к примеру, расписание казахстанских поездов там онлайн до сих пор на российских сайтах смотрим, да? Или а сколько в настоящий момент вот в данном населенном пункте людей проживает? А сколько приедет? А сколько уедет? И, ну, вот такими мыслями они начинают делиться. И возникает какое-то понимание, что, может быть, вопрос не в дефиците мыслей, а в отсутствии возможностей донести их людьми, у которых эти мысли есть, до людей, которые в нашей стране принимают решения. Ну, как пример, вот визит на прошлую неделю премьер-министра в Октябрьскую область, почему-то повезли его не по разбитым дорогам, а по новым, и показали все самое лучшее. Ну, то, что самое лучшее, это хорошо, конечно, но самое лучшее, это вы так должны делать, так должно быть. А показывать нужно говорить о проблемах, делиться ими. И, может быть, тогда вот этот дефицит мыслей исчезнет, и мы уже начнем решать проблемы, которые возникают. Одна из мыслей, которую мы, отдел журналистских расследований, пытаемся донести постоянно, это дайте бизнесу возможность работать. Ну, в частности, мы говорили периодически о рейдерстве. И вот сейчас я предлагаю фильм посмотреть сначала, и потом уже продолжить обсуждение. Сроков выполнения проекта в Казахстане существует несколько. Вчера, 10 минут назад, немедленно. С недавнего времени появился еще один. Внезапно. Подход относительно новый, но уже завоевавший популярность в среде левобережного, да и не только чиновничества. Внезапно же в стране вдруг стали замечать очевидные вещи. Например, что снег – это к зиме, его нужно убирать. Дорогие продукты – результат наплевательского отношения чиновничества к выполнению своих прямых обязанностей. Ну и так далее, и в том же году. Особенно отличаются разоблачениями представители одной из депутатских фракций, изначально защищавшие вроде бы интересы бизнеса. Им же, да и всему, всем любопытствующим, подкинем еще одну тему для размышлений. Глядишь, внезапно не только внимание обратят на проблему, которая появилась, между прочим, не вчера, но и хотя бы начнут выстраивать механизмы для решения. Сам термин «рейдерство» большинству казахстанцев знаком, но ассоциируется слово больше с сериалами образца 2000-х, где крепкие ребята с автоматами заставляют владельца очередного завода, газеты, парохода переписать фирму на них. Такой тип рейдерства – один из простейших и, казалось, канувших в лету. Невероятно, но факты, сегодня не потерявшие эффективность. Только в роли рейдеров в нашей действительности люди из министерств и автоматчики в погонах. За примерами далеко ходить не нужно, стоит посмотреть на север или восток республики. Более интеллектуально продвинутые захватчики чужих бизнесов размывают акционерный капитал, в итоге лишают фактического собственника его доли. А пока в стране успешно действовали такие рейдеры, к их компании добавился еще один вид отжимателей чужой собственности – банковский. Сама статья рейдерства появилась в Уголовном кодексе еще в 1997 году. Практически, можно сказать, особо не трансформировалась. Изменения в форме новой редакции Уголовного кодекса появились в июле 2014 года. Мы видим, что если ранее это была 226-я статья в старом УК, то в новом Уголовном кодексе 2014 года это статья 249. В июле был принят законопроект, были приняты ряд поправок в эту норму, 249-ю. Но я как адвокат, анализируя ситуацию с внесенными поправками, понимаю, что она не в полной мере раскрывает те актуальные современные формы рейдерства, которые на сегодняшний день есть. И за это достаточно длительное время, с 1997 года по сегодняшний 2021 год, мы видим, что происходит очень много кредитного рейдерства или банковского рейдерства, которое, к сожалению, сейчас очень сильно буйствует на территории Казахстана. Задача рейдера обыкновенного, будем говорить, классического – забрать чужое, чтобы потом извлекать прибыль уже самостоятельно. Задача же рейдера банковского – тоже отобрать чужое. Вот только банковский рейдер заинтересован не столько в бизнесе, сколько в имущественных активах, бизнеса и залогодателя. Цель банковского рейдера – присвоить имущество, забрать его за копейки, а после продать с существенной маржой. В силу того, что этого нет в законе, судебная система не в состоянии переработать и понять эту норму. То есть она не является законотворческим органом. Она принимает только те нормы, которые есть. Когда Мажелис в мае анализировал все эти нормы, в СМИ появилась информация о том, сколько же за последние 5-6 лет было возбуждено уголовных дел по рейдерству. Уникальная совершенно статистика. В 2016 году там 4 случаи, в 2017 году 2 случаи, в 2018-2019 году 0 случаев по возбуждению уголовных дел по рейдерству, в 2020 году 4 случаи. Это говорит о чем? О том, что данная норма не работает, она не жизнеспособна. Потому что да, она многосоставная, да, сложно найти квалификацию. То есть где-то здесь есть угроза, где-то шантаж и все остальное, и все это надо как-то присовокупить. Но факт остается фактом. Она не работает. И она требует разворота в разные стороны. Не только вот в одну, да, в сторону, вот как мы все привыкли по фильмам, это все в 90-х. А именно то, как сейчас в современных реалиях она выражена. Это уже мутированная форма рейдерства, которая существует в своей жизни, и которая никак не улавливается пока сейчас вот ни в каких нормативах. Почему выживает и мутирует коронавирус? Потому что ему помогают и сторонники теории плоской земли, всячески уклоняющиеся от прививок себе и своим детям, и те, кто прививку попросту себе позволить не может. Зараза селится в незащищенных организмах, там же видоизменяется. Такой вот бесконечный цикл воспроизводства и эволюции. Почти то же и в случае с банковским рейдерством в Казахстане. Для заразы здесь просто рай. Во-первых, ее распространению и мутациям никто не мешает. Юридически она не классифицирована. По Форте-банку ситуация, когда в отношении человека было подделано 53 документа с ее подписью. Она выставила там тоже консорцию. Кредит брала три организации в единой ячеечке. Они использовали, часть оплатили, какая-то сумма осталась. Она является залогодателем женщины, которая обратилась ко мне. Я когда начала анализировать досье, досье объемное, выяснилось, что 53 документа были подделаны в ее подпись. Это было доказано по черковической экспертизе в суде. И вот вопрос, который, скажем, адвокат ставит перед судом, заключается в том, просим суд, и как требование просим суд признать эти договоры и доп. соглашения недействительными, поскольку они решают, изменяется процентная ставка, увеличивается сумма, увеличиваются сроки кредита. Это, естественно, влияет на итоговую сумму оплаты этого заемщика. Тем не менее, вердикт суда такой, что мы не можем признавать их недействительными, потому что в итоге это может увести заемщика от ответственности. Вот такое вот очаровательное определение судебного органа. Даже не будем приводить какие-то аналогии и примеры. Разумный человек, думается, и без того поймет все глупость и абсурдность решения. Почти такие же на протяжении множества лет вынуждены оспаривать те, кто столкнулся с нечестными банкирами. Суть тут в том, что если банк изначально хотел вас рейдернуть, то он вас рано или поздно обязательно рейдернет. На моменте, когда документально фиксируется просроченная задолженность, это, по сути, та стартовая площадка, когда с легкостью юридическое лицо, заемщик может уйти в тот самый недружественный захват его бизнеса или его собственности и так далее. К сожалению, это все упирается в то, как появляется эта просроченная задолженность и каким образом дальше происходит, ну скажем, разворот событий. А он, опять же, такой, несложно будем так говорить с точки зрения понимания схемы, когда банк принимает решение, либо взыскатель принимает решение об обращении взыскания через в судебном порядке, либо вовне судебного порядка, а у нас существует три формы судебная, несудебная или передача в собственность взыскателю, то в этом случае уже после проведения этих торгов, они, как правило, происходят с участием заинтересованного лица, какого-то постанового, известного взыскателю лица, сам взыскатель участвует преимущественно в большинстве случаев. То есть в официальных СМИ мы видим, что порядка в 72% случаев на торговых площадках, если это судебная реализация, происходит с участием организатора республиканской площадки, республиканской палаты часу и исполнителей. О реализации недвижимости через площадку Аукшен-Лан уже легенды ходят. Мы достаточно много говорили о мошеннических схемах, и даже генеральная прокуратура находила нарушение. Вот только недвижимостью, которая с многочисленными нарушениями была реализована на этой площадке, теперь уже распоряжаются новые владельцы. Может, разоблачение конечных бенефициаров площадки Аукшен-Лан поможет восстановить в правах оставшихся без бизнеса и недвижимости? Тем более, что разоблачение сейчас в моде, а тут еще и тысячам людей помочь можно было бы. Одно из самых распространенных нарушений, которые допускались на торговой площадке, участие в аукционе фактически одного и того же лица, вернее, аффилированных с ним людей. Они даже заходили на аукцион с одного IP-адреса. А то и вовсе не заходили. Здесь возникает закономерный вопрос, а можно ли считать аукционом торги, в которых участвует один человек? По версии судей, представители Минюста и Ижи с ними – да. В распоряжении редакции имеется вот такой документ. Центр развития и защиты конкурентной политики сделал заключение по конкретному случаю реализации объектов банкрота крупной проткорпорации на юге Казахстана. Там тоже покупатели, конкурирующие между собой, заходили с одного IP. Выводы, в общем-то, поддаются осмыслению с точки зрения логики. Присутствовал сговор. Вот только такого же очевидного не видят ни суды, ни представители Минюста. Эта компания, к слову, тоже стала жертвой рейдерского банковского захвата. В одном из моментов ставится вопрос о том, что земли, там был один кусок достаточно солидной земли, подлежат, ну, собственно, сам собственник решил, что необходимо разделить для того, чтобы погасить какую-то часть долга перед банком. Есть покупатели на отдельные сегментированные куски. Он написал письмо в адрес банка, что он просит разрешить, дать согласие на то, чтобы этот кусок, который под залогом, был им сегментирован, чтобы потом в дальнейшем проводить переговоры по продаже. Как бы нормальная бизнес-сделка. И что вы думаете? Когда он получил это согласие и получил, более того, доверенности от банка, там участвуют определенные лица от банка, через какое-то время, через год-полтора выясняется, что, оказывается, подписи на документах банка являются поддельными. В результате человек, который провел вот эту сегментацию, попадает на скамью подсудимых. Это акционер, это учредитель этого крупного бизнеса, который, в общем-то, понятия не имеет, что тут происходит. Банк участвует на торгах и покупает за бесценок этот объект. Но на этом история не заканчивается. В дальнейшем происходит ситуация таким образом, что банк перепродает этот долг другому лицу. То есть там перепродажа была и так далее через третьи лица, коллекторские организации и так далее. В итоге перепродается третьему лицу с огромнейшей дисконтом. То есть условно-рыночная цена объекта почти 11 миллиардов. Продается он в итоге за 1,4 миллиарда. В других случаях банки не заморачиваются с активами компании, а реализуют доп. залоги владельцев бизнеса. В результате убивают и бизнес, и образно самих владельцев бизнеса. В марте 2012 года я в лице ТО взяла кредит под оборот основных средств, для пополнения основных средств в банке Нурбанк. Значит, кредит был взят на один год, с учетом того, что мы под гарантию договора, который у нас был почти где-то на 2 миллиарда. Но в свете жизненной ситуации получилось так, что мы не смогли вовремя отдать, выплатить, закрыть данный кредит, ввиду того, что изменения появились в работе. Как раз в это время девальвация пошла, как раз в это время инфляция все пошла. В 2014 году, в сентябре, банк обратился в суд и обращение сделали они на дом. Им легче было забрать дом, нежели обратить взыскание на ТО, у которого были обороты, дебюторская задолженность, основные средства были. Если стоимость данного дома по оценочной стоимости было 230 миллионов, они, значит, сам банк, лице банка, кто участвовал в данном аукционе, сколько, с каких IP-адресов это было, по сей день нам это неизвестно. Значит, 15 сентября 2017 года они за 126 миллионов купили данный дом. Стоимость этого дома, понятно, что они почти на 48% с понижением, сам банк его купил. Ну, это рейдерский такой захват был, чисто рейдерский захват, потому что я так думаю, что кто-то в банке имеет вид на данный дом и не хотят они отдавать. То есть я согласна, я понимаю, что ряд нарушений с моей стороны, с моей стороны фирмы было. Мы должны выплатить данную сумму. Я от этого не отказываюсь. Должны погасить, но не таким же образом, что если данный дом стоит 200 тысяч, 250 миллионов, они его продают, выкупают за 126 миллионов. Кто участвовал в аукционе? Сколько лиц участвовало? 1, 2, 3, 10, неизвестно. Каким образом они до 48 шагов сделали понижение, тоже неизвестно. Потому что мы не можем найти фирму, потому что мы не можем найти архив, потому что мы запросы делаем, и нам нигде нормального ответа нет. Замкнутый круг в отношениях с банком и у Серика Бегалиева бизнесмен планировал поднимать сельское хозяйство, закупая чипсы для завода полного цикла по их производству у матинских фермеров. Из пяти компаний осталась живая одна. Из 200 человек осталось 19 человек. Это вот то, что осталось сегодня от большого бизнеса. Я обслуживался в банке «Центр кредит» больше 15 лет, где-то с 2006-2007 года. Все это время, до последних 3-4 лет, у нас были очень хорошие партнерские отношения. Наша строительная компания строила большой объект. Мы строили порт Курык, недалеко от «Октавы», как субподрядчика, где-то контракт был больше 2,5 миллиарда в тенге. Один из наших субподрядчиков оказался не совсем добросовестным. Мы перечислили 300 миллионов, хотя его проверили перед этим. У него и техника была, на 800 миллионов в тенге и офис, и база, и все. Первая категория, заслуженные строители области, и т.д. В общем, мы проверили, а в итоге, когда начали строительство, они эти деньги использовали на свои нужды. В итоге мы с ними расстроили договор, сутились, суд выиграли. А деньги с них получились мыли, потому что, как это имущество, которое они демонстрировали, оно находится в залоге банка, у другого банка. Казалось бы, есть проблема, нужно ее решать совместно. Банк ведь это организация посредник между деньгами и теми, кто делает реальные дела. И задача банка – помогать тем, кто делает реальные дела. В нашей же реальности несколько наоборот. В тот момент под залог у нас было поставлено, у компании достаточно своих активов, техники и земельные участки были. Банк взял технику под залог, и кроме этого взял под залог наш, мой личный дом, квартиру моей дочери и медицинский центр, который у нас является личной собственностью, здание, спасибо. Но хотя активов было достаточно, таким образом еще в залог взяли наше личное имущество. Потом началась пандемия, как выявить это. И, ну, как бы, дали один раз отсрочку, это правительство дало второй раз потом. И где-то, наверное, с октября месяца мы просили, ну, в смысле, понятно, что после пандемии у нас были объекты, которые мы строили, у нас компания действующая все были. И где-то с октября 2019 года у нас пошли просрочки по неплатежам. Ну, это после реструктуризации, хотя мы уже до этого реструктуризировали, оплатили там Пене, банку большие, порядка 30 миллионов, хотя общая сумма кредита где-то 160-180 миллионов он был. Вот. И в декабре месяце там они начали присылать письма о том, что мы вышли на просрочку и сейчас будем реализовывать ваши имущества. По этот момент мы как раз пьем. А мы уже, грубо говоря, банк закрыл нам все счета, до этого уже перекрыл. Что такое закрытые счета, поймут и не бизнесмены, те, кто хотя бы раз оставался без возможности расплатиться безналом. А здесь зарплаты, поставщики и суммы совсем не те, которыми оперирует физическое лицо. Группа компаний у нас на работу начала тихо-тихо умирать поступку, поскольку вот сельхозкомпания, которая работала, когда решает оборотный след с компанией, естественно, до этого, я скажу, вот эта наша компания, она находится в Карасайском районе, расположен завод. По заводу производства в первых казахстанских чипсов, настоящих казахстанских картофельных чипсов. Мы построили сам завод, обеспечили работой сельчан, там порядка ста человек. Кроме этого, привлекли фермеров на посадку картофеля, на то, чтобы обеспечили работой. И многие земли вокруг поселка, которые были заворшены, стали восстанавливаться. Так стала подниматься экономика села и района. И после того, как нас лишили оборотных следствий, у нас постепенно все это начало умирать. Но нам нечем стало платить ни фермерам, ни работникам. И завод приостановил свою деятельность. Тем не менее, в тот момент завод был построен за 500 миллионов тенге. наш кредит перед банком одна треть от этой стоимости завода. И мы попросили банк о том, чтобы давайте мы поменяем залог, если что, у нас вот завод новый, с иголочки, с новой техникой. Он проработал два-три месяца всего, там, до нескольких месяцев проработал. На что банк отказался вообще поменять кредит. Завод сказал, зачем нам завода маша возиться. Тем не менее, мы сами начали искать покупателя, нашли покупателя. это иностранная компания, которая, скажем, уже занимается производством чипсов в Калстане. Вот. И в декабре месяце мы там с ними достигли соглашения. В декабре 19-го года соглашение о том, что мы уже совершим куплю продажи этого завода. Банк об этом был извещен. А в день, когда компания совершает сделку по продаже завода, банк делает ход, который, если не был ошибочным, выглядит весьма подлым и бесчеловечным. В один и тот же день, 28 мая 2021 года, они подписывают соглашение с зарубежно-покупательным предбитающим завод. И в этот же день они реализовывают в несудебном порядке все залоговые объекты. В один и тот же день. То есть говорить о том, что тут поступил банк порядочно, не приходится. Завод мы продали, рассчитали с банком. И вот насколько рассчитались мы, мы еще сейчас хотим устроить проверку, поскольку нам кажется, что мы очень много переплатили. Сейчас мы специальную компанию наверное обретутся по этому поводу. И то же самое с нашими личными средствами, с нашим квартиру и домом. Как они поняли, что банк понял, что они немножко неправы законодательно они отменили результаты торгов по квартире дома, но медицинский центр так и оставили. Причем, как я сказал, на торги пришла одна женщина, непонятно, мне кажется, это аффилированное лицо банка. Кто был, как проводился аукцион. Банк отказался представить, сказал, это коммерческая тайна. Написали нам, я многократно запрашивал эту информацию, как проводили, какое решение, почему так продали, каким образом, как там же согласно есть правила аукциона, о том, что надо, чтобы покупатель должен был принести какой-то аванс. В чем я тут усматриваю злоупотребение банком и считаю, что там наверняка какая-то коррупционная схема. они опубликовали объявление от ДНР в какой-то газете бизнес, что-то такое там. Значит, шесть объявлений. Первые три это мои, значит, а стоимость имущества реализована, ну, где-то, если вот дом, например, оценит 169 миллионов, авансовый платеж, ну, как они говорят, гарантийный взнос, 50 тысяч тенге. И по каждому моему объекту, который стоит свыше там 50-60-100 миллионов тенге, авансовый, ну, вот этот стартовый взнос 50 тысяч тенге. После меня идут три объявления о продаже квартир, где-то воиноблаки, где-то в нижней части города, стоимость которой 23 миллиона, 26 миллионов, а там стоимость участия они оценили в 1 миллион тенге. Вот в итоге мы, говорю, продали свой завод и рассчитались с банком, и я скажу, если у меня в июне заплатили, получили все бумажки о том, что наши кредиты погашены, в конце июля я получаю опять письмо из банка о том, что у нас недоплачено еще 2 миллиона, и у меня усут в руки. И к ним прикладывают распечатку, в которой в конце написано, что мы не имеем задолженности. То есть левая рука не знает, что делает правая рука, мы повторно обратились в банк с разъяснением, как это получается. Прислали письмо о том, что мы вам должны я там порядка 2,5 миллиона в тенге, хотя распечатка, которая приложена к этому уже, письмо от банка, в котором написано задолженность, ноль. в феврале текущего года перед компанией был поставлен вопрос о погашении суммы в размере 20 с лишним миллионов тенге. Сумма была погашена, но из этой суммы, как мы видим, больше половины, там 14,5 миллиона было направлено на пеню. При этом компанией никто не разъяснял, как рассчитывалась эта пеня, за какой период она рассчитывалась. И, собственно, есть же ограничения, не более 10% от просроченной задолженности за один календарный год. Вопрос, а как банк получил? И почему от суммы получил эту сумму? И почему от этой суммы большая половина идет на погашение пеней? Так и получается, что беззаконию, которая творится банками, не способны противостоять ни суды, ни следственные органы, ни крупный бизнес, ни уж тем более маленький человек. Мы намеренно указываем название банков, чтобы был понятен масштаб. Происходит это все не в одном кредитном учреждении, хотя после одной из программ к нам в редакцию позвонила пресс-секретарь БВУ и настойчиво рекомендовала, скорее даже требовала выдать опровержение. После того, как мы отказались, в суд за справедливостью юристы финучреждения не пошли. Опять же, мы не претендуем на то, что наши и слова героев наших программ истина, мы просим только об одном разобраться по справедливости. Ведь даже этой базовой в демократическом государстве возможности люди оказываются лишены. Думается, что сложно будет нас обвинить в том, что мы преследуем интересы определенных групп людей, а это в нашей стране не редкость, коль уж на проблему внимание обратил президент. Он же говорил о необходимости менять закон о СМИ, а самим журналистам перестать прикрывать тылы отдельных групп людей. Если говорить и рассматривать в контексте нашей сегодняшней темы, то интересы тылов некоторые наши коллеги озвучивают, а вот об интересах тех, кто от этих самых тылов страдает, практически, да и теоретически, в общем-то, не говорят. Тем же, кто говорит, в частности, нам не то, чтобы не мешает, но, скажем откровенно, не помогает закон о СМИ. Здесь бы хотелось, чтобы изменения, которые в него будут вноситься, сделали для нас информацию более доступно. Пока же чаще приходится довольствоваться отписками и от чиновников, и от коммерческих структур, а сведения получать окольными путями, как в случае, к примеру, с банками. Мы им писали, а они читали, наверное. Ну и спрашивать за искажение действительности тоже нужно по-взрослому. Идеальным итогом станет та самая справедливость. Ну, а мораль для наших программ традиционна. мы по-прежнему еще до того, как это стало мейнстримом, ищем справедливость. Вернее, просим ответственные государственные органы или депутатов обратить внимание. Потому что, как нам видится, сложившиеся с банковским рейдерством ситуации бессильны все. И как тут не напомнить еще раз о стрелке Джунове. Ни в коем случае не оправдывая его поступок, еще раз повторить, не доводите до греха и разберитесь с банками, пока не поздно. Все, что было в силах нашей редакции, мы сделали. Рейдерство классическое. вот в классическом у нас сейчас короткая реклама, я буквально пару предложений, а затем начнем обсуждать то, что мы увидели и то, что мы сейчас хотим проговорить. В классическом понимании рейдерство это когда дядьки здоровые в кожаных куртках бритые с пистолетами приходят и говорят переписывай на меня мою компанию, оно осталось там, 90-е, 2000-е начало, оно кануло в лед. Но тем страшнее от того, что это рейдерство, которое на смену ему пришло, мы не говорим, что все банки такие плохие, мы не говорим, что все такие кредиты, вот такие банкиры плохие, а мы вот такие хорошие. Есть и хорошие банки, есть и банкиры хорошие, которые, но существует и такая проблема и она не единична подтверждением тому, вот все, кто здесь собрался, у каждого своя история, мы сейчас после рекламы об этом поговорим. И тем страшнее от того, что вот эти вот приемы, которые сегодня используют, ведь классическому рейдеру что нужно было? Хорошая компания, он пришел, ее забрал и дальше развивает. Ну, грубо говоря, да, конечно, жалко того, кто, да, а вот эти вот рейдеры, которые сегодня действуют, а вообще непонятно, чем они руководствуются. То есть они разоряют компанию, приводят ее к нулю, ничего не остается, это вот как начало независимости, когда было, когда на металллом заводы продавали, что-то вот сродни этому. Сейчас реклама короткая у нас и после нее мы продолжим. Короткая реклама завершилась в эфире, отдел журналистских расследований ближе к делу. Вот мы все, кто здесь собрался, больше о бизнесе. И мы, тема у нас банковская рейдерство это касательно бизнеса. Ну, вот такая уникальная ситуация. Мы делали фильм, посвящали Владимир Николаевичу, рассказывали о его ситуации. Владимир Николаевич, вы считаете, что тоже столкнулись вот с этой формой банковского рейдерства? Как физической рейдерства? Даже не самих банков, а там, кто работает в этом банке на уровне начальников управления, на уровне начальников отдела. Вот эти клерки все решают, банки, вот, допустим, в Евразийском банке, ВТБ банке. Я вам могу больше того сказать, что, значит, правление, члены правления, учредители, они даже не знают, что делают эти клерки, начальники управления, повторяюсь, начальники отдела. строить 100 домов. Да, они банки, сами банки, правления. Давайте расскажем, вы взяли кредит на строительство, 100 домов. Да. Не, вот я могу рассказать, вот меня сейчас пригласили в качестве потерпевшего, я вот сам коренной алматинец, и все, кто меня знает и сейчас увидит, с удивлением скажут, как это ты потерпевший? Я адвокат алматинской городской коллегии адвоката. Я очень долго работал судьей, только в Медеусском суде города Алматы. Что произошло? Нет, это произошло, работал судьей, значит, в уголовном розыске. А потерпели, я сейчас к этому подведу, потерпели кто? Моя жена, мои дети, мои внуки, отчего они потерпели? Я сейчас коротко скажу. Значит, моя жена в 2005 году, в 2006, с моими двумя сыновьями берет кредит в Евразийском банке и берет кредит ВТБ банки. Значит, в Евразийском 750 тысяч долларов, в ВТБ 150 тысяч долларов. Под залог этих домов строятся дома. Мои дети были, значит, бизнесменами, очень, значит, такими классными, скажем, да, и они выплатили больше 600 тысяч долларов. Все, 200 тысяч осталось, и здесь беда случается. Всего 200 тысяч. Приходит на второй день ко мне с банка Скоробогатов, начальник управления, который ранее был следователь по особо важным делам при генеральной прокуратуре, потом осужден городским судом за мошенничество. И он на второй день после смерти, после похорон моего сына приходит ко мне домой. Это же, я не знаю вообще, как его назвать, злодей, наверное. И получается, да, я боевой офицер, я в отношении его хотел применить оружие, но у меня, у меня отобрали его. Дальше, значит, что дальше получается? Вот умер сын, как 9 лет назад. И начинается действие эти банковские, не банковские, еще раз подчеркиваю, вот этого Скоробогатого, оценщиков, они начинают, 9 лет прошло, мы все здесь почти юристы, все прекрасно понимают, что по закону в исполнительном производстве 6 месяцев и все, закончилось. Все, 9 лет они издеваются, значит, да, но они просто об меня обломали зубы. И получается, как, значит, оценивают мою, значит, недвижимость, как вот, как будто какой-то, значит, сарай в Копчегае. Значит, я приглашаю, то есть, получается, в 5 раз, на 500 процентов, я приглашаю, это ихние оценщики, у них же простая схема в банках, именно вот на этом уровне. Свои оценщики, свои, значит, частные исполнители, которые заключают договора, и они диктуют оценщиков, частному исполнителю, как оценить эту недвижимость, все. Они оценивают у нас, еще раз подчеркиваю, на 500 долларов. Ну, как это вообще? Тогда, что я делаю? Я быстренько приглашаю, значит, самых лучших, Калинина, оценщика, у него, значит, сертификат международный, он кандидат экономических наук, он, значит, имеет почетный оценщик, Хусаинова, и я даже приглашаю, с ЮНЕСКО все удивляются, и они дают оценку, что это культурная ценность, то есть подтверждает все эти оценки. Та же история получается с ВТБ банком, там Джек Симбаев, значит, такой же. Они теряют документы, все, что только они не делают. То есть в том, что оценили по вашему мнению неверно? Оценили на 500% меньше. Что я делаю? Значит, чтобы вот это все подключить, я даже сам адвокат, я беру Меркушеву, которую вы знаете, кандидат юридического наук, она была моим, значит, тоже, и сейчас она мой адвокат. Мы идем просто, мы идем в департамент полиции, города Алматы, Кабдрахманову Рустему, зампоследствию, и говорим, послушайте, в 16-м году, значит, в уголовном кодексе было дополнение, статья 250-я, 251-я, это злоупотребление полномочий оценщиками, значит, частными судебными исполнителями, а он отвечает, значит, Абдрахманов, а говорит, у нас в практике нету этого, а мы говорим с Меркушей, мы вам практику сделаем, и мы сделали практику. Было поручено Путилину уголовное дело, он возбуждает, это старший дознаватель по особо важным делам департамента полиции, вот самое главное хочу, значит, возбуждает уголовное дело в отношении Скоробогатого, значит, который, значит, в отношении оценщиков, в отношении частного судебного исполнителя, оценщик Бессимбиев, значит, частный судебный исполнитель Сагат Бекулы, возбуждает уголовное по 251-й, и на покушение на имущество. Все, начинаются следственные действия, следственные действия проводятся, Путилин приезжает, смотрит, а там, говорит, как в музее, а они сделали сарай, а всем же понятно здесь, взяли долг, отдали, и все. На сегодняшний день, сейчас самое главное, на сегодняшний день, значит, что, дело идут, следственные действия, и здесь, этот же Скоробогатов, он же был, следователь по особо важным делам, безусловно, связи, контакты, и вот этот вот, звонит, значит, в том, это дело было возбуждено в 20-м году, в июне, давайте к сегодняшнему, вот смотрите, к сегодняшнему, сегодня остаток, нет, никакой здесь о долгой речи нет, сегодня уголовное дело, идет уголовное дело, которое опять прекратили, то есть, вмешивается, вот в эти все дела, банковские, во-первых, я не говорю о всех прокурорах, некоторые прокуроры, значит, сотрудники, высшие сотрудники, значит, МВД, это вот, значит, и управление полиции, вмешивается у Тибаев, вмешивается прокурор, Жакупов, банк сегодня никак себя ведет, что, банк никак не ведет, его трясет банк, он просит, чтобы я забрал уголовные дела, списать долг предлагают? Да, долг они списать мне давно предлагают, Вы не согласны? Я не согласен, я хочу, что вы хотите? Я хочу, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, за покушение на, на мошенничество, и за злоупотребление, употребление полномочий. Сейчас вы хотите уголовное дело довести до конца, и не идете на то, чтобы списать, чтобы... Нет, а меня не интересует это списание абсолютно, да. Ну, вот, ситуация, Владимир Николаевич, у вас что-то, что-то сходит только с бизнесом, расскажите. Да, это здесь, не надо вмешиваться прокурорам, не надо вмешиваться, значит, этим, как его, начальником управления милиции. Вы понимаете, в чем дело, что буквально взяли опять 5 марта, прекратили уголовного дела? Я не знаю даже об этом ничего. Я прихожу к следователю управления полиции Медельского района, Бахатулы, они от меня все скрываются. Чуть позже, чуть позже. Это ужас какой-то, Давайте на вашу историю, что ли? Значит, моя история совершенно иная, конечно. Вот здесь у всех были просрочки, все такое. У меня вот это случилось, значит, в 20-м году, когда случился локдаун. Это, значит, нас президент дал всем облегчение бизнесом на 3 месяца. Вот у меня вопрос к Нуржану, да. Вот постановление АФН, вот приказ был, а был Касымовой. Вот после, значит, приказа президента, вот здесь вот прямо написано, значит, представляем отсрочку по платежам, по договору, банкскому займу, значит, микрокредитную. В этот момент были предоставлены отсрочки для бизнеса. Да, банки обязаны нам предоставить отсрочку или нет. По заявлению, да, поскольку это относится к чрезвычайному положению, ну вот локдауна с пандемией относилась, поэтому для этого и был оперативно издан со стороны АФР приказ по предоставлению отсрочек физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса. Тем самым, по вашему заявлению, наверняка вы подавали заявление, банк был обязан рассмотреть и предоставить рассрочку. По сути, по умолчанию. Очень мало было отказов на тот период, поскольку это было первое, как раз такая у нас, ну, сильное потрясение. Потому что все пострадали. Пострадали все, тем более, да, именно субъект МОС. Там именно был гостиничный бизнес, именно в этом было. Как минимум на три месяца должны были предоставить рассрочку платежа. Причем было много споров, а платежа именно только по основному долгу и возрождение. Нет, там говорится именно за платеж. То есть, если классическая схема, если у вас был аннуитетный, к примеру, платеж, то есть платеж полностью должен был предоставиться на три месяца. Путем пролонгации или в конце графика, либо просто дифференцированное распределение вот этого платежей на оставшийся срок. Вам предоставили отсрочку? Или нет? Нет, конечно. У меня такая очень интересная ситуация. Здесь, значит, здесь замешаны все олигархи нашей страны. Вы писали заявление на представление. Да, конечно. Видимо, искусственно подвели. Конечно. Я женщина, мне 60 лет. У меня сын трехкратный чемпион мира, серебряный призер азиатских игр. Значит, меня искусственно к этому подвели. Вы правильно говорите. В этом замешаны, конечно. Это влиятельные люди. Значит, во время пандемии... Вы взяли кредит на... Да, у меня был кредит на завершение строительства. Значит, банк оценивает 9 миллиардов. Какой банк? Значит, здесь... Да. Капитал банк. У нас Капитал банк. Я вот обращение делала господину этот Фатоху... Как его зовут? Шагиев. Аксалеву Шагиев. Да, да, да. Да, да. Я ему заявление сказала. Говорю, ты, говорю, какое имеете право, говорю, моим имуществом распоряжаться и закрывать свои долги. Это что такое долги? Они, значит, вот юрист сейчас расскажет, как это было. Они, значит, расскажи о том... Ну, в общем-то, ситуация до банальности проста, но от этого никому не легче. Представьте, банк второго уровня. Это обычный коммерческий банк. И республиканское государственное предприятие размещает это только, по моим данным, порядка 14 миллиардов. Аэронавигация это размещает? Это Казаэронавигация. Они размещают депозит банки второго уровня. После того, как у банка приостанавливают лицензию, естественно, они спрашивают, ребята, где же деньги? Где депозит? А его там нет. Казаэронавигация спрашивает у банка. Конечно. Где наши деньги? Банка нет? Нет, банку еще... Банк не дает деньги. Нет денег. Да, их просто нет. Куда они делись, это непонятно. Деньги нет. Это до приостановлений лицензии, я извиняюсь. Капиталбанк же приостановил лицензию, а потом... Нет, нет, это до... Да, это было до приостановлений. В общем-то, банк, будем говорить так, тихо радио уже на тот период времени. Кандидат был на воде. Господа обращаются к госпиталкам, коммерсантам, 10 лет строят гостиницу. Это гостиница, будем говорить, в центре Алматы. Брендово, гостиница, Хилтон и прочее. Она напрягает последние силы. Ей 60 лет. Естественно, второго шанса в жизни просто не будет. При этом она обращается в банк. Господа, дайте деньги, я завершу это строительство. В 19-м году она завершает строительство, запускает гостиницу, выплачивает все вознаграждения и прочее, 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 то, что положено по договору банковского зала. Банк дал деньги, вы взяли и погасили все. Нет, мы не погасили, Дмитрий. А, платили когда? Да, мы его платили. Тут является, будем говорить, вселенская пандемия. Естественно, да, указ президента и приказ директора ФР, они продиктованы об оздоровлении экономики. В этой гостинице на сегодняшний день работает порядка 130 человек. Из них 10% это люди с ограниченными возможностями. Это обязательное требование. Американское требование, да. То есть, поскольку они дают им франшизы. Затем, после того, как 14 миллиардов госденег, бюджетных денег исчезает из банка второго уровня, банк начинает придумывать различные схемы. Он просто тупо не дает им отсрочку. Понимаете? Не дает. Вот, который я сейчас спрашиваю. Да, мы говорили по поводу отсрочки. Слушайте, господа, ну есть приказ, есть указ президента. Дайте отсрочку. Встанут на ноги, отдадут вам все это дело. Тем более, гостиническая работа. Это вы в 20-м году ставили вопрос по отсрочке? Да. Сразу при первой пандемии. Ну, это после пандемии, да, сразу, да. Ну, кстати, гостинический бизнес уходит в перечень тех наиболее пострадавших. Да, именно, не все бизнесы входили. Гостинический бизнес уходил. Гостинический бизнес уходил. Далее. Мне говорят, господа, вы... Ну, я понимаю, что это искусственно. А вы злостные платильщики. А передадим мы вам коллекторам. И тут же, как по большинству, появляется коллекторское агентство, которое там буквально за день до этого, в общем-то, зарегистрировали. После этого коллектор приходит и говорит, уважаемые шипамы, как бы так, будете платить или нет? При этом ставят, ну, господа, дайте хотя бы возможность. Передохнуть чуть-чуть. Нет. Но проводят торги. А торги точно так же проводятся. На каком основании коллекторам был передан долг? На основании выхода на просрочку. Да, да. К сожалению, в законе такое допускается на любом этапе. Нет, это не так было. Они трехсторонние договоры заключили, потому что банк же должен аэронавигации. И они, значит... Ну, и мы к этому плавно перейдем. Да, да. Я извиняюсь, я не совсем понял. Вот этот депозит, который был размещен, да, 14 миллиардов, он в обеспечении стоял с вами или просто? Нет, они просто размещили. Да, это депозит. Ну, естественно, я понимаю, что денег этих нет. Понимаете? Нам приходится по крупицам в рамках гражданского судопроизводства собирать вот эти сведения. Далее. Затем вновь создана коллекторская агентство. Название можно? Банк. Зангер. Коллекторское агентство Зангер. Закирянова. Директор Закирянова. Ну, она прокладка идет между банком и между, который нас купили. Далее. После этого, Республиканское государственное предприятие, банк и коллектор заключают трусторонний договор. Я, честно говоря, не скажу, что у меня богатейшие люди. Каза Аэро-Навигация, коллекторская компания и банк. Да. Это клиент банка. При этом он участник вот этой сделки. Договор от сессии. Ну, в общем, парадоксов выше, как говорится, головы. После этого приходит коллектор к уважаемому предпринимателю и говорит, ну, как, платить будем или нет? Я организовываю торги. Ей пишет письма. Давайте, говорит, мы поставим разумный график. Давайте отсрочим. Мы встанем на ноги и все отдадим. Ну, куда мы денем тех людей с ограниченной возможности, которые уже работают в бессилинсе? Нет. Они проводят торги. Это чисто формальные торги с понижением. При этом она проводит оценку. Представляете оценку? Ну, то же самое история, да. Да, если банк принимает эту гостиницу недостроенную, то есть она еще не введена в эксплуатацию, они оценивают ее более 9 миллиардов на тот период времени. А оценщик, особо долго так не заморачиваясь, находит какой-то дом оценки, формит его, и говорит, а сделайте мне оценку. И ему делают. Именно на сумму долга. 5 миллиардов и ни копейки больше с небольшим. Подогнали. Подогнали. Схожие, что с лицом Владимиром, что с юрлицом, да? Вот смотрите дальше. Самый интересный момент. Мы читаем, уже постфактум, конечно, но мы читаем отчет об оценке. И оценщик черный по белому говорит, по желанию заказчика, а заказчик это ТО коллекторская агентство Зангер, мы, поскольку заказчик не планирует в перспективе сдавать его в аренду и извлекать прибыль, непонятно для чего он его покупал тогда, понимаете, или там обращал в собственность и прочее, не будем учитывать доходную часть. Понимаете? Это первый. Второй. В гостинице всего два года, то есть этому зданию. Амортизационный износ составляет больше 80%. Все. Согласно оценке. Да, согласно оценке. После этого, как они его подогнали под своему долгу, они ее благополучно перепродают очередному рога и копыта. ТО Байдала, ВН. Да, в ходе гражданского судопроизводства мы проверяли, что это за фирма. Эта фирма была создана, ой, вернее, ТО, оно также было создано под конкретную сделку. Понимаете? Налоговый комитет, он издает пустографки. Своей деятельностью практически не занимается. Далее идем. Мы неоднократно пишем, господа антикоровцы, господа дыровцы, господа прокуроры. Давайте выясним вопрос, куда же делить 14 миллиардов? Почему мы должны долги банка закрывать своими имуществами? Почему я должна закрывать? Ноль эмоций. Ноль эмоций. Я вот не могу сложить в себя долги банка перед Казаэрой навигации и ваш долг. Мы должны платить. Давайте еще раз объяснить. А вы просто не сказали, вы как субъект, вы кто? Не совсем, может, я не дополняю. Я директор фирмы ТО, да. Юрлицам. А, ну все, вы сказали. Они, значит, заставляют платить. Мы, тем не менее, мы обращались в аппарат президента, помощнику президента. Вот госпожа Закирянова, директор, значит, компании «Зангер», прям ей указали. Дайте им, значит, график погашения. Ну, раз вы ее взяли из банка. Она послушала, оказывается, она там промолчала. Они, оказывается, мы даже не знали, они давным-давно, оказывается, продали вот компанию «Байдала», которая сейчас находится в этом, на ограничении в антикоре. Вот эта компания «Байдала», кому она продала? Ну, она идет, значит, здесь обычная схема, вот вы же знаете же. Вот по сегодняшний день мы уже третий раз обратились, значит, помощнику президента. Опять же, значит, у нас судебно процессы идут. Конечно, вот я сейчас не просто сейчас спросила, вы как бы, как эксперт. Вот банкиры, вот наш городской суд, они пишут, банк не обязан, значит, постановление. Я немножко перебилась, я привезу ситуацию. Здесь немножко оно сумбурно, так будем говорить, излагает. Вопрос какой стоит? Мы считаем, что в данном случае будет рейдерский захват гостиницы. Путем создания искусственных, какие-то искусственных условий для того, чтобы их признать взрослыми неплатищиками. Неплатищиками. Хотя у нас не было... Передать коллекторское агентство, любое другое, и продать с молотка за бесцену. При этом они еще остаются должными. Ну, они к этому подвели, да. Далее, мы говорим, господа, давайте мы все-таки возбудим уголовное дело, а перед этим проведем хорошую доследственную проверку. И в рамках вот этой доследственной проверки, поскольку вы наделены властными полномочиями, естественно, мы... Уголовное дело по факту? По факту рейдерского захвата. Безусловно. Потому что искусственно создали, да. Далее, ноль эмоций. Ну что нам делать? Нас выселяют. За 5 миллиардов оценили, а так долго какой остался? В этом банке у нас был долг, они ровно подогнали оценку. Ровно 5 миллиардов скопили. Закрыли, да? Потом закрыли замку. Да. Преграции закрыли, да. Но мы проводим независимую оценку у господина Калинина. Вот сейчас мы тоже проводили. Господа, у Калинина тоже. Ваша гостиница стоит как минимум 11 миллиардов. Понимаете? Улавливаете разницу между между? Куда пошло, кому пошло? И вообще продавалось все равно это гостиница. Здесь нет гражданского суда производства. Здесь чистое уголовное правоорушение в форме рейтинского. А вы сейчас доказываете оффилированность между компанией, которая продали? Да, безусловно. Вы доказываете сейчас? Конечно. Они нас искусственно создали же. Дмитрий, вы поймите нашу ситуацию. Вы прекрасно знаете, как проходили январские события. Это были бы традиции, январь для Алматы и прочее, прочее, прочее. По большому счету, большинство правоохранительных органов, они просто не работали. Да, мы обращались. Мы до этого обращались. Мы после этого обращались. Но поскольку нас уже, мы будем говорить так, говорят, берите чемоданы и выходите, обращаются в гражданские суды. И вот парадокс нашей алматинской эфемиды, но заключается в следующем. У нас есть экономический суд. Поскольку там два юрлица, мы обратились. О признании незаконным договора цессии. Тот договор, который был заключен между Казарой навигации, коллекторским агентством и банком. И что вы знаете? Наш довод о том, что нам не было предоставлено срочка, госпожа Баскомбаева, это судья экономического судья, она выносит парадоксальное решение. Это один из доводов ее, незаконного решения, чтобы оправдать незаконность этого. Она говорит. А вы знаете, вот этот приказ об Улгасимово, это не обязанность. Это право банка. Хочет, дает. А хочет, не дает. Поэтому я задала этот вопрос. После этого, мы, естественно, обращаемся с апелляцией в Алматинский городской суд. У нас есть, может узнать, он на слуху, в общем-то, Дима Сазунов. Но, по закону подлости, именно перед апелляцией он заболел, он сломал ногу. Что делать? Я в отъезде. Моя супруга, это ее родная сестра, она тоже юрист. Она берет доверенность и уходит на онлайн судебное заседание. Сами знаете, коллегиальный состав суда. Я могу героев назвать Карибаев, Умаров, Пресудач и Альтаева. Она говорит, господа, дайте, пожалуйста, мне небольшое время для того, чтобы я хотя бы могла ознакомиться с этими материалами. Судей первой инстанции я участия не принимал, апелляционных жалобов не составлял. То есть, говорить, в общем-то, защищать полноценно я не могу. Дайте возможность мне. Вы доставьте время для заговора. Мне говорят, нет. Она говорит, а почему? Нет, мы будем рассматривать. Хорошо. Она заявляет отвод. Она говорит, вы интересованы в исходе дела? Вот это троица. Мне говорят, хорошо. Господин Умаров, я, честно говоря, впервые такое вижу, он на себя берет уже функции законодательные. Он говорит, вам устанавливается пять минут времени для подготовки письменного заявления об отводе. Я говорю, а где в ГПК, РК, где написано о том, что время конкретизировано. Именно пять минут, десять минут, пятнадцать минут. Но, насколько я знаю, законодательного соперника другим понятиям, разумный срок. Все вот эти истории объединяют то, что платить же никто не отказывался. Конечно. И напротив, что у вас ситуация? У меня просрочки не было, они искусственные саталии. Искусственно специально подводят, это классическая схема. В Казахстане это, наверное, уже, как, знаете, аксиома или теорема. У нас есть еще один герой, я сейчас попрошу подготовить. Специально искусственно подводят. Я буквально не буду занимать много времени. Интересно именно к залоговому обеспечению. Ну, я высказывался на болевшую. После чего является отвод. Они говорят, ну, ваш отвод, вообще-то, он, говорит, я говорю, там отвод-то был заявлен всему составу суда коллегиальному. То есть он уже рассматривается по другой, 38-й статье, это ГПК, и часть, по-моему, уже пятая там идет. Ну, долго не сомневайтесь, они говорят, простым голосованием, с учетом мнения, заслуживших мнений участников процесса. Это наши оппоненты, это ответчики, понимаете. Представить к Азаре навигации, к электроскопагентству Зангея и прочее. Они говорят, а давайте, говорит, не будем его удовлетворять, этот отвод. И они удовлетворяют. Но самый последний момент, самый интересный момент. Господин Корибаев, это судья городского суда, он является свойственником ее и утешиваемого. Однозначно отвод должен быть. Конечно, он должен был заявить сам отвод. Сам отвод? Да. Но мы ждали до последнего, когда у человека проснется совесть. Когда же он заявит сам отвод? У нас реклама короткая, сейчас после нее продолжим. Мы вот сейчас перед рекламой, я говорил о том, что у нас еще одна история есть. Но они все интересные, в кавычках, конечно, да, все схожи. Так или иначе, вот этой вот коварностью, которая, ну... Ну, люди ж не отказываются платить на самом деле. Ну, зачем вы забираете-то? Люди доп. залоги ставят, бизнес ставит доп. залоги. В конце концов, вот это вот у нас философия у бизнесменов-то смещается. Когда бизнес открывает, человек, он думает, так, а что надо сделать, чтобы меня не рейдернули, да, в первую очередь? Он задается этим вопросом, так, а я вот там сейчас, 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 сейчас. Плюс еще риски есть того, что там капитал размоют, там еще что-нибудь сделают, да? Плюс еще вот такая вот ситуация с банками. Опять же, я говорю, что мы не против банков, да, это не... Не кошмарим, да, не нагнетаем ситуацию. Банки, они должны быть, но они должны быть в цивилизованной форме. Банк дает деньги бизнесу, физическому лицу для чего? Для того, чтобы тот развивался, да? Ну, в части физических лиц, большинство у нас там сотовые телефоны покупают, пусть. Но бизнес же должен развиваться на эти деньги, а не страдать. Вот я сейчас предлагаю, послушайте, а еще одно интервью, тоже история такая интересная. Взят кредит на строительство центра семейного отдыха в АТФ банке с условиями по рамочному соглашению банковского займа. Эти условия изначально банк не выполнил, не выдал общую сумму из обещанных. Сумму выдал всего одну. То есть из обещанных 120 миллионов выдал всего 95 миллионов. На остальные 24 миллиона банк отказал в выдаче ввиду наложенного моратория в связи с продажей банка, в связи с ипотечным кризисом. То есть мне было отказано. И было сказано, ждите, пока в банк не придут новые руководства банка. Через 8 месяцев банк отказался выдавать оставшуюся сумму, мотивируя тем, что нужно предоставить дополнительные залоги. Эти дополнительные залоги в течение трех месяцев были предоставлены в виде недвижимого имущества и недвижимого имущества. Ну такая история, она в принципе в конво укладывается. То есть ничего экстраординарного с прискорбием. Ничего экстраординарного. Ничего оригинального, абсолютно. Ну да, вот я сейчас... Очень такой наглый подход. Да, я сейчас только рассказывала про коллекторскую компанию. Вот эта прокладка между банками, между Байдалой, ТО. Значит, коллекторской компании копейка денег нету. Помощник президента сказал, говорит, поставьте нас на график. Она, значит, она согласовывается с аэронавигацией. У нее копейка денег нету у нее на счету. Ну, нулевая компания. Потом, значит, откуда-то берет она деньги, 700 миллионов. И начинает, именно аэронавигация ей дает на два года отсрочку по платежам. Чтобы она мне не дает, который, значит, у меня бизнес работает, у меня какой-то доход. Мне не дает, а ей дает, нулевую компанию. Ну вот и мы обращаемся, правоохранные органы, откуда она взяла эти деньги. Вопрос. И к этому, естественно, здесь, значит, схема, как я каждый раз говорю, это обычная схема. О чем рейдерство? Правильно? Ну вот финансисты говорят, у нас нет рейдерства. Банк, мы их звали, кстати, регулятора, звали, предлагали. Они нам неделю что-то голову морочили, придем, придем. У нас не существует юридический термин, банк, скажем. Термина у нас такого не существует. Понятия нет. Нет, у нас есть уголовная статья. Законно относится к уголовным правонарушениям. Рейдерство? Банковское. А какая разница? Рейдерство это вот то рейдерство из 90-х, которое это размытие акционерного капитала. Нет, оно приобретает новые черты, оно приобретает определенный лоск, но от этого не становится. В законодательстве, да, его не ввели, скажем, по-моему, уроку. Юридически нет понятия преступления, банковского. За что бы зацепиться юридически? Дмитрий, касательно того материала, который сейчас мы увидели по поводу вот этой ситуации, связанной с компанией Товига Инвестмент, в настоящий момент идет актуальный спор, который рассматривается в Медевском суде города Алматы, где участниками и ответчиками является фонд проблемных кредитов, где учредитель правительства, и Джусанбанк, АТФ. Ситуация чем? Удивительно и любопытно в продолжении той истории. То есть на момент, когда записывался материал, тогда стал являл вопрос об оспаривании торгов. Торги были отменены в этом году, были признаны незаконными. Торги на аукшн-лан проводились? Нет, проводились они республиканской торговой площадкой, да, честно. И в январе этого года было вынесено решение. Сейчас идет новый спор. И вот в продолжении вот этой темы я бы хотела обратить внимание, возможно, это может быть очень важным будет тем слушателям, которые сейчас столкнулись с ситуацией, связанной с тем, что долг, который был ранее в Джусанбанке, в АТФ-банке, передан в фонд проблемных кредитов. Удивительная вещь, с которой мы столкнулись, и которая потрясает воображение, это то, что подписанный договор купли-продажи активов между фондом и банком содержит крайне некорректную информацию. И хорошо те, кто добрался. Вот мы добрались, мы провели экспертизу, мы проанализировали, мы вызвали независимых экспертов в суд. Причем суд провел, спасибо, судья, провел оффлайн, то есть пригласил специалистов и банка из независимых экспертов. И мы начали разбираться и увидели, что к договору имеются акты прямопередачи, в которых передаются остатки сумм, имеющиеся по заемщику. Так вот, удивительная вещь, по вот этому заемщику, ТОВИГА Инвестмент, дефолт был объявлен в августе 2014 года, что указано в прежних документах. Несмотря на это, а после объявления дефолта, какие-либо начисления вознаграждения и пении не осуществляются. В ходе судебного заседания на прошлой неделе специалист бухгалтерии, банка, сообщил о том, что в период с 16-го, числа с 16-го вернее года, после внесения арбитражного третейского решения суда, до текущего времени, то есть по представленным справкам, они продолжали начисление вознаграждения, штрафов и пении после объявления дефолта. И эта сумма в итоге, без какой-либо проверки и анализа, несмотря на то, что в договоре купли-продажи правительственная, по сути, компания, указывается, что они мониторят все эти вещи, была сумма значительно увеличена от того, что было на момент, когда был объявлен дефолт. Это потрясающий, поразительный факт для юриста. Я понимаю, что те люди, и там же очень большой объем компаний перед нами. Мало того, что не додали, так еще и потом, после объявления дефолта, начали считать проценты. Фантастические суммы просто. Это просто потрясающе. Что по закону невозможно. Однозначно. Самое неприятное, что все-таки это фонд проблемных кредитов, на который, в общем-то, все молятся и рассчитывают на то, что они как-то снизят бремя, как-то смягчат ситуацию. Как-то все-таки от имени государства Республики Казахстан пойдут на какие-то более детальные разборы и мониторинг всех этих остатков долга, которые есть при передаче активов. Но то, что мы видим, это просто удивительно. Я могу показать все доказательства, все цифры, все расчеты, результаты, экспертизы и так далее. На мой взгляд, в государстве, которое стремится в топ-тридцатку, которое стремится к странам с практикой высокого применения, такая, как есть в цивилизованных странах, в том государстве, в котором есть международный финансовый центр Астаны, которое работает по практике ведущих стран мира, я полагаю, что это крайне неприемлемо. И я сейчас пользуюсь этой ситуацией, обращаю на это внимание. Вот есть белый лист. Тут не поспоришь, да, вот он белый. А что, не видят это? Куда вы? Вы же обращаетесь? Вот смотрите, у меня соглашение банка, вот как вы сейчас говорите, да, вот здесь в соглашении черно-белом написано, обращение, значит, когда спор на вопрос, обращение с иском в суд, взыскание за должность по соглашению. А нас, они, значит, у нас об этом даже не спрашивают, они просто без нас они продали, вне судебную реализацию сделали. В этом соглашении его нет, вот как сейчас то самое. Они поступают как хотят. Понимаете? У меня было вне судебной, они просто передали, даже нам не сказали абсолютно. Обратила просто, собственно. Да, да, да. Обратила и все. Перелете по формальной интервью. И мы по сегодняшний день, наш городской суд абсолютно, ну, потому что это вся старая команда сидит, конечно, они никогда не будут поддерживать. А я не уверен, взыскание пошло на ДОП-залу? На мой залог, на мой гостиничный комплекс. На основной залог. Дмитрий, вот только что мы говорили, это чисто именно акцентированная цель на залоговый объект. То есть, им интересует, насколько там масштабный бизнес, хороший человек или плохой. Всегда вот банковское рейдерство заинтересовано на момент заключения договора, принятия, уже интересен какой-то объект. Понимаете? И вот как вы правильно сказали, чтобы не поддержать, а похоронить в дальнейшем бизнес. Да, похоронить. Это предприниматель либо организация. То есть, для них, для банкиров, причем это может быть сам топ-менеджмент, однозначно, просто из практики я доподлинно могу сказать, что там даже не решают директора филиалов. Нет, это председатели банков. Есть ситуация, кстати, по АТФ банку. Опять же, могу совершенно точно сообщить, что вот в этот период, где-то начиная с 2006-2007 года, я не могу сейчас точно утверждать, но вот в этот период зашла какая-то команда, которая работала именно в этом направлении. Много было случаев по Астане, много было случаев по Западу, по западной регион, где предприниматели, именно стоилом только оступиться по графику, сразу там действительно каким-то волшебным образом задолженность передавала быстро в проблемное дело, там сразу быстро формировался материал в суд, для того, чтобы побыстрее ускорить эту всю ситуацию. И с судьями, получается. И даже где-то в регионах судья. Они все вместе связаны. Они все вместе связаны. Почему? Потому что на каждом этапе кто-то уже готовится. Если банк, допустим, здесь разрабатывает схему и передает в суд, здесь уже судья, ну, в принципе, там уже определенный договоренность есть, как правило. И поэтому решение суда о взыскании задолженности выходит очень быстро. А возможно, даже в одном решении выходит и взыскание задолженности, причем сразу же обращение на залоговые имущества, понимаете, чтобы два раза не ходить в суд. Было очень много таких случаев. И вот, кстати, все мы знаем о алматинском случае Дужнова, которого гражданина посадили. Там как раз-таки схема БЦК была. То же самое, практически. То есть интерес был похоронить компанию, производственную баллу, плюс коттеджа. Мы нисколько не оправдываем его действия, но понимаем, что такая ситуация сложилась из-за того, что вот не видели, да? Да, и вот не видели, что утреннила вот такая вот короткая реклама, буквально после нее мы сразу продолжим. Чтобы мысль не потерять. И его не видят. Не то, что не видят. У нас же коррумпированная страна. Его не хотят видеть. Достаточно компетенции еще не хватает. В следственных органах они гражданские дела очень сложно воспринимают. Там еще вот нужно оттачивать уровень компетенции. Гражданское право. Я не скажу, почему. В нашем деле у них достаточно большой опыт. Отдела журналистских расследований ближе к делу в прямом эфире и прервались. Да, я закончу сразу мысль на счет того, что вы сказали, вот белые листья никто не видит, да? Во всех вот этих случаях все, что связано с банковским рейдерством, со всеми, что тут масса есть нарушений. И всегда параллельно, либо даже в первую очередь, нужно привлекать агентство Республики Константы по финансовому надзору. Единый регулятор, который по всем этим нарушениям, есть отдельный департамент по защите прав потребителей. Вот эти все сигналы нужно направлять туда. Для чего? Который был создан, собственно. Однозначно. Это бывший КФН. В принципе, он многие годы существовал. У нас отдельная структура от Национального банка. Для чего это делается? Даже если в рамках проверки агентство ничего такого не выявит, либо, допустим, даст какое-то условное, размытое заключение, завтра, когда вы пойдете в суд, гражданский, для доказывания своей правоты именно по банковским, по кредитным обязательствам, агентство однозначно привлекут в качестве третьего лица. И вот тогда там уже агентство должно, ну, однозначно, компетентную какую-то позицию тоже высказать, понимаете? Чтобы всегда оно знало о том, что есть вот такое нарушение, грубое, понимаете? Вот, допустим, те дела, которые попадались мне, с которыми мы занимаемся, да, допустим, пусть это уже будет физлицо ИП, либо крупное ТО, мы всегда привлекаем сразу же по досудебному регулированию, агентством мы информируем. И в нашем случае агентство где-то какую-то, ну, твердую позицию держало, где-то нет. В любом случае мы идем до суда, в любом случае мы дойдем до суда. И вот там у нас вылазит, вот по АТФ, у нас, говорю, в последнее время у нас одни только АТФ какие-то сплошные нарушения выходят в разных регионах. Там идет, как начиная от, вообще, завышенного начисления вознаграждения, то есть, опять же, искусственно подводили для невозможности исполнения обязательств. А смотрят, акцент сразу стоит на объекты, залогов, понимаете? Вот. Нужны эти объекты. А кому нужны? Именно тому топ-менеджменту, который заинтересован в этом коттедже, в этой производственной базе, вот в этом производстве каких-либо напитков и прочее, прочее, прочее. Понимаете, Дмитрий? Поэтому здесь, если у нас есть регулятор, его однозначно нужно привлекать, однозначно обращаться, однозначно, вот как вы пытаетесь там через Верховный суд, так же и здесь нужно. Это все нужно. Нам уже сказали, все равно нам откажут уже и Верховный суд, потому что правды у нас нет. Мы уже знаем, что Верховный суд нам уже откажет. Вы знаете, просто если вы, допустим, вот вы идете, если условно по гражданскому делу, да, именно по доказыванию о том, что незаконно провели торги, у вас забрали объекты недвижимости, прочее, прочее. Вот здесь вы будете как минимум апеллировать всеми теми постановлений Нацбанка. У нас даже есть отдельное постановление Нацбанка о признании безнадежной задолженности. Никто ей не пользуется. У нас есть постановление, нормативное постановление Верховного суда номер 7 от 25 ноября 2016 года, где расписана вся процедура для судей, как нужно рассматривать споры по договорам банковского взаима. Там написано от и до, то есть до самого критического случая. У нас есть еще ряд, масса постановлений Национального банка, которые в принципе защищают интересы заемщиков, которые попали в ту или иную ситуацию. Просто их нужно использовать именно в материалах. Есть у нас как минимум 37 статья закона об ипотеке, где говорится о том, что если после реализации объекта, либо залоговых объектов по внесудебной либо внесудебной реализации ушедшие на погашение обязательств, это обязательство, основное обязательство должно считаться быть прекращенным. То есть, проще говоря, ваше обязательство должно быть списано, если реализовалась вся масса залоговых объектов по этому договору займа. Понимаете? А у нас в Казахстане как делают? Ну, классическая схема, что еще остается задолженность после реализации. То есть, все то, что вы говорили в своем ролике, это у нас за многие-многие годы делали очень много банков. Поэтому вот здесь, да, нужно однозначно на самом первом этапе привлекать регулятора, для того, чтобы он... Должен в 100, залог оценили в 100, продали, а ты еще должен в 50. Да, потому что вот, как говорил Владимир Николаевич, как вы говорили, что привлекаются вот эти вот свои оценщики, они там оценивают на порядок ниже. Для чего? Для того, чтобы потом шаг на электронных торгах по тому законодательству был... Ну, а вы вот как практике вы же сталкиваетесь с оценкой. У нас не существует единых стандартов, я так понимаю, да? Нет, там дело в том, что в законе самом, вот все ваши случаи, да, сейчас вы обвиняете полицию, антикоррекционное ведомство, банки, да, называйте их не фамилии, именно, но вы должны понять корень. Банковская система создавалась при становлении Казахстана. Тогда эти риски были необходимы для сохранения банка. Банки получали деньги с государственного бюджета для развития банковской системы. Сегодня другие банки, это коммерческие банки, но нормы, закрепленные за ними в этом специальном законе, дают им право выбирать оценщика, дают им право неисполнение обязательств, расценивать как сложные. Это было, потому что деньги государственные были. Да, тогда это было, потому что это были деньги государства, там, через самрук казну как-то их там поддерживают. Сейчас они независимы, но нормы же остались старые, то есть мы говорим о нынешних реалиях, понимаете, и мы, столкнувшись сегодня с нормой, идем в суд за защитой своих прав. Вот мне понравилась позиция адвоката, которая в ролике, да, вот выступала. Да, явное нарушение, но нету нормы, нету термина уголовного преследования, нету слова банковское рейдерство, нету слова злостные деяния банка, нету других слов, понимаете, а за ними тогда сохранилось до того, что они могут расценивать неисполнение обязательств, которые предусмотрены гражданскому конкурсу, как злостное неисполнение. То есть, сам термин злостности, он отдельно, если взять правовом, ну, науки правовой, да, это умысленные должны быть действия. А здесь размыто, то есть специальный закон закрепил за ним. Более того, при гуманизации прошлых лет уголовного законодательства мы пришли к тому, что при наличии признаков гражданского судопроизводства, ну, отношений, да, не могут возбуждать уголовные дела, закрепили приказом генерального прокурора. Но на практике банк через свой административный ресурс давит, обращается в вышестоящие органы правоохранительные и заставляет следователя вызывать на допрос заемщика, который, может, и не заемщик, там, гарантом выступил, да, как вот в данных случаях, там, показывали в ролике, либо... Оказывают давление. и давят, представляете, вот когда говорят, а вы знаете, вы находитесь под следствием по заявлению банка, у вас наведывается мысль, где бы взять деньги и отдать. И уже неважно, какую пеню вы хотите отдать, там, или вы будете стараться не сесть в тюрьму, потому что уголовное преследование, у нас сейчас называется досудебное расследование, но этот термин у нас заложен, как сесть в тюрьму. А когда мы идем и взрываемся на банк, да, у нас закреплено законодательно, тогда, когда было принималось, это еще при становлении государства, это еще вторая конституция, только было изменение, вводилось, тогда эти были деньги взяты извне, под гарантию государства, на развитие банковского сектора, и было много так называемых кидал, то есть это были однодневки, там, потом вот это рэкетирство, да, как мы сейчас его рейдерством обзываем, это другое, сейчас кардинально требуется изменение вот этого банковского закона специально, будь может ни фамилии, ни имена этих банков, да, могли бы не быть виновными. Но мы сейчас вот только во время рекламы о Тенгри-банке разговаривали, когда там просто безвозвратные потребительские кредиты выдавали и размыли капиталы, разворовали. на нету, они были юридически подкованы настолько, что взяв государственные деньги, либо внешние, да, ну, из других банков, да, выдавая под безвозврат, делали хищение. Вы знаете, как было тяжело, мне кажется, да, органам, досудим, расследования квалифицировать вот это хищение. Потому что, вот возьмите яркий пример одного из банков, это БТА-банк, вот я его могу назвать, потому что он уже ликвидацию процедуру проходит. Знаете, какая была позиция защиты его учредителя? Облязов заявил, что он владелец собственного банка, и что он взял с одного кармана и положил в другой карман. Это Облязов так заявляет, представляете, при обвинении, когда его обвинили, что он там не возвращает депозиты, что он безгарантированно совершил противоправные действия в отношении платежа. Мои деньги. Он говорит, я взял со своего одного кармана, вложил в другой карман, и это мои были деньги. Но сейчас судебная практика показала, что это были деньги во все дни, и что гарантия государства там была заложена в основу залога. Понимаете? У нас пара минут остается до конца. Я предлагаю тем, у кого истории, давайте по минуте, что Пану и Владимир Игоревич. Я секунду скажу. Я, значит, не представилась. Я, значит, вот это строительство гостиницы. Я в город, в город Алмату, значит, он единственная гостиница с мировым именем, это Хилтон. Я завела этот бренд, франшизу. Расстроит этих олигархов, которые нападают и хотят отнять мою гостиницу. Хочу разочаровать их просто-напросто. Сейчас санкция стоит по России. И, значит, франшиза принадлежит мне. Она моя собственность. Я ее сейчас, если они так будут поступать со мной, незаконные решения будут принимать, я просто-напросто буду, значит, с ними расторгать договор. Естественно, там гостиница закрывается, внутри имущество это мое, в залоге стоит только здание. И 150 человек, останутся без работы. Как нам президент говорил, кто, значит, воспрепятствие работе бизнеса должно рассматривать, как преступление, направленное против интереса государства. Я считаю, которые такие действия совершают, это преступники, это враги нашего народа. Как мы собираемся строить новый Казахстан? Я вот с этим делом, значит, полгода занимаюсь, я вообще поражена, честное слово. Я хочу всех призвать, кто пострадал во время локдауна. В прошлом году был, значит, завтуха. Вадим Николаевич, тоже минутку дадим, да? Да, услышать, я готова всем помочь и всем объединиться. Минутка из них заканчивается. Я обращаюсь, я обращаюсь к прокурору Мудеевского района города Алматы Жакупову, я обращаюсь к начальнику управления полиции Утибаеву, что по банкам, ВТБ банка, Евразийского банка давно закончены все гражданские дела. Все исчерпано. И прошу вас прекратить, вы прекращаете в течение двух лет 17 раз уголовное дело, а потом вы его возбуждаете снова, вы прекращайте этим заниматься и доведите уголовные дела до обвинения и направьте судебные органы. Завершаем. Отдел журналистских расследований ближе к делу. Добавлять-то, в общем-то, нечего за справедливость. Будьте честны, чисты перед собой в первую очередь. И где-то это обязательно зачтется. Всего доброго.